Здравствуйте, уважаемые телезрители канала Десна ТВ. В эфире передача «День за днём» с вами в студии Татьяна Ионкина. Ближайшие 10 минут о событиях города и области. Итак, коротко о том, что сегодня в выпуске. ТОС должны заработать в городе. Чемпионат по рубке шашкой в Десногорске. Вечер памяти Сергея Есенина. В Десногорске поздравили женщин с 8 марта. В Десногорске весь февраль на дискуссионных площадках проходили общественные обсуждения формирования стратегии социально-экономического развития нашего города. Подробности в нашем сюжете. 28 февраля в администрации прошло завершающее собрание по обсуждению направления организации муниципального управления. Обсуждались две темы – участие местного населения в муниципальном самоуправлении и создание бренда города. Обе темы новые для жителей Десногорска. Как оказалось, далеко не всем десногорцам известна даже расшифровка аббревиатуры ТОС. Так сокращенно именуется форма территориально-общественного самоуправления. На эти вопросы в своем докладе ответил заместитель главы по экономическим вопросам Антон Шестеряков. В своей презентации он определил основные направления деятельности ТОС, какие преимущества дают его создание, как создать его и многое другое. Оказалось, что Десногорск – практически единственный муниципалитет на Смоленщине, где нет ни одного ТОСа. Вторым докладчиком была начальник отдела информационных технологий Наталья Барханоева, тема, которую она представила общественности, нова для наших горожан. Она в своем докладе рассказала, что такое бренд города, для чего он нужен и как бренд должен работать и развивать его экономически. В своей презентации она наглядно и убедительно доказала, что приниматься за разработку бренда настало время, и население города должно активно принимать в этом участие. В программу работы на этой дискуссионной площадке была включена видеоконференция с администрацией города Урюпинск Волгоградской области. Коллеги имеют большой опыт в создании ТОСа в своем городе, а бренд, сделанный в Урюпинске, знаменит далеко за пределами области и России. Видеоконференция была организована, чтобы дисногорцы имели возможность задать вопросы и получить исчерпывающие ответы по столь новым для них темам. Беседа получилась очень живая и плодотворная. Такая форма обмена опытом с большой аудиторией и в свободном общении в нашем городе проходила впервые, и сразу стала понятна её эффективность. Это говорит о том, что администрация информационно расширяет свои пространства для общения и ищет новые формы обратной связи как с населением нашего города, так и за его пределами. Уровень регистрируемой безработицы в Смоленской области на 1 марта снизился почти на 17% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Лидерами по этому направлению являются Вяземский, Гагаринский районы, а также города Смоленска и Десногорск. Как подчеркивают в профильном департаменте, социально-экономическая политика, проводимая администрацией области и реализация мероприятий в сфере занятости позволяют сохранить стабильную ситуацию на региональном рынке труда. 11 марта в Десногорске прошёл межрегиональный отборочный чемпионат по рубке шашкой казарла. Проверить свои физические возможности, уровень мастерства приехали спортсмены из восьми регионов России. Подробности далее. В торжественном открытии принял участие глава города Андрей Шубин. Казачество было одной из наиболее передовых частей русского народа и внесло огромный вклад в укрепление и развитие нашей страны. Я уверен, что сегодня на межрегиональном отборочном чемпионате по рубке шашкой казарла вы блестяще будете отстаивать честь казачьего имени и воодушевите всех нас своим мастерством и удалью. По готовности руби! Соревнования организованы федерацией по рубке шашкой казарла и смоленским казачьим обществом, а также при поддержке Смоленской атомной станции и администрации Десногорска. Основная цель чемпионата – сохранение и развитие традиционной культуры казачества в области военного спорта, а также патриотическое воспитание молодежи. Спортсмены состязались в искусстве фланкировки. Так называется искусство крутки шашки и пешей рубки шашкой. Казачество – это не увлечение, это образ жизни. Я занимаюсь вопросом возрождения казачества с 90-го года, то есть уже 26 лет занимаюсь с 91-го года. И скажу вам так, что есть будущее у смоленского казачества. Есть очень серьезный потенциал, потому что вот у нас даже в отделе сейчас в кадетских классах, кадетских группах более 200 детей уже сейчас. И дети с большим удовольствием занимаются этим делом, проникаются. Мы преподаем историю казачества, историю государства российского, историю православия. Ну и естественно вот боевые вот эти науки, рубку шашкой, сборка-разборка оружия. То есть готовим себе смену. На праздники зрители угощали казачьим кулешом и чаем. Детей катали на лошадях. Нам очень нравится, как проходят состязания рубка на скаку, как точно казаки рубят, как это правильно называется, жердь или еще что-то, как срубают баночки. Профессиональные и добровольные пожарные спасатели, инспекторы ГИМС. В рамках Года культуры безопасности населения в системе МЧС России провели седьмой всероссийский пожарно-спасательный флешмоб. Сотрудники МЧС обучали подростков культуре безопасного поведения на льду. Правилам само- и взаимопомощи, правильной реакции на опасность. Во всероссийской акции приняли участие и десногорские огнеборцы. Флешмоб прошел не только у нас в городе, но и в других районах Смоленщины. А сейчас новости культурной и спортивной жизни Десногорска. Квартирник, посвященный памяти Сергея Есенина, состоялся в минувшую субботу в выставочном зале историко-крывеческого музея «Феникс». Подробности о событии в нашем сюжете. Свыше ста десногорцев пришли на вечер памяти Сергея Есенина в историко-крывеческий музей. Это те, кто неравнодушен к творчеству этого гениального поэта. Сергей Есенин – самый читаемый в нашей стране во все времена поэта. Его произведения покоряют душу людей разного возраста. Этот квартирник – это продолжение квартирника предыдущего, который был посвящен Виктору Цову. Почему именно Сергей Есенин? Ну, Цов был голосом своего времени. Есенин стал голосом не просто своего времени, он стал голосом эпохи. В нем заложена настолько глубокая мысль, что, чтобы понять эту мысль, в нее нужно прямо с головой опнуться. И на данный момент сейчас действительно не хватает вот этой душевности и по отношению к стране, к любви. То есть почему-то эти понятия сейчас как-то они упрощаются, забываются. И хотелось просто напомнить людям о том, как любить их нужно и можно. Творчество поэта велико и многогранно. О нем можно говорить до бесконечности. Но, вспоминая имя Сергея Есенина, хочется говорить о любви. Лирика этого поэта переполнена чувственными любовными стихами. Любовь к родине, к краю, женщине и родной природе. Нет любви ни к деревне, ни к городу. Как же мог я ее донести? Брошу все, отпущу себе в бороду и, бродяга, пойду по руси. В последние годы стихи поэта чаще исполняются романсами, лирическими песнями. Они стали популярны и среди молодежи. Их исполняют под гитару в шумных компаниях. Каждый, кто пришел в этот вечер на квартирник, открыл для всех своего Сергея Есенина. Творчество Есенина прошло через всю мою жизнь. С самого раннего детства я очень любила стихи Есенина, начиная с «Беломерезой», заканчивающим человеком. И стихи Есенина поднимают мне дух патриотизма, русский дух. Если я учу, я читаю Есенина. Если я веселюсь, я пою Есенина. Если мне хочется что-то сказать людям, а я не могу это выразить никак прозой, словами, я читаю Есенина. Также в этот вечер были подведены итоги творческого конкурса «Летопись Десногорска». Дипломом за первое место был отмечен ученик средней школы номер 4 Андрей Токарев за портретное интервью. Диплом за второе место получила Татьяна Кужениязова за работу «Моя подружка Дашенька». И третье место у ученицы средней школы номер 4 Ксении Семенюк за исследовательскую работу «История первого жилого дома нашего города». Все участники конкурса получили дипломы за участие в своих номинациях. Спортсмен из Десногорска одержал очередную победу 4 марта Николай Тихов. Участвовал в полумарафоне на Кипре в городе Пафос. Он пробежал дистанцию в 21 километр в группе от 55 до 59 лет с хорошим результатом и занял первое место. Николай Тихов – работник организации «Смоленская АЭС-сервис». Коллективы городского центра досуга и детского дома творчества подготовили праздничный концерт для женщин. Подробности далее. Международный женский день 8 марта вошел в список государственных праздников России в 2002 году. Праздник отмечается с особой теплотой, ведь он выражает любовь и уважение к прекрасной половине человечества. Всех женщин Десногорска поздравил глава города Андрей Шубин. «Будьте всегда красивыми, обаятельными и неповторимыми. Пусть с вами рядом будет крепкое, надежное мужское плечо, а в доме царит мир и согласие. С праздником вас, дорогие женщины!» В зале городского центра досуга царила атмосфера тепла и любви. Яркие номера подарили зрителям приятные впечатления. «Концерт очень понравился и вообще почаще бы нам в Десногорске иметь такие музыкальные праздники. Будет куда пойти и будет чем занять свое свободное время. Спасибо всем участникам концерта». «Концерт, посвященный женщинам, он очень всегда теплый, очень всегда хороший. Женщины у нас всегда теплые, радостные наши, любимые женщины. Самое главное – женщины. Поздравляю вас с праздником, с самого главного вам здоровья, благополучия в семье, чтобы ваши мужья были вашими крепкими опорами». «Где-то там внутри, что-то вдруг гонет, сразу он поймет, это любовь, дверь открывай, это любовь, ну-ка пускай». Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Спасибо за внимание. До свидания.